Доброе утро! Фестиваль Бердинё уже не первый раз проводится, у вас уже юбилейный показ. Расскажите, пожалуйста, немножко об его истории. Доброе утро всем! Вообще, наш фестиваль зародился в 2077 году. И сестринская организация нашего фестиваля является Пражский фестиваль, который проходит также ежегодно в Чехии. Это кинофестиваль о документальных фильмах про вам человека, называется One World. И сегодня у нас также в гостях Анна Кулханкова. Она является именно директором этого фестиваля, она вам тоже расскажет позже. И с 2007 года мы ежегодно проводим наш кинофестиваль в течение уже 10 лет вообще без перерыва. То есть это считаем мы своим тоже успехом и достижением. Что такое наш фестиваль? Это фестиваль, где мы демонстрируем документальный фильм по правам человека. И что очень мы считаем эффективно, это то, что все в мире говорят о правах человека, как живет наш народ, какие есть права, как они нарушаются, как соблюдаются и так далее. А мы через искусство и кино мы показываем эти проблемы на примере реальных историй, реальных людей в этом мире. И у нас сегодня в гостях есть наши кинорежиссеры, которые расскажут про наши фильмы, которые будут в этом году. Ну тогда следующий вопрос уже к Хане. Скажите, пожалуйста, какие темы чаще всего поднимаются или какие темы будут освещены в этом году на фестивале у вас в Чехии? Хана, the question is what kind of subjects themes will be raised at this festival and usually what kind of issues are raised at your festival in Prague? In Prague we every year show more than 120 films and it's really about very different topics. It's... Ежегодно показывает более 120 фильмов, которые на самые различные темы. It's really basic films about basic human rights, as is freedom of expression or freedom of gathering. Обычно, not so fast, please, Хана. Обычно это самые разные фильмы, к примеру, о свободе выражения. Фильмы, которые рассказывают об экологической безопасности, что мы можем сделать в этом мире, да, вот в этом именно направлении. And also every year we show films that are dealing with media, how different it is nowadays when everything is connected with Internet, what's the role of television, for example. And we always try to show films which are inspiring for other people, so when you see it, you really want to do something. Мы обычно показываем фильмы, которые вдохновляют, то есть, когда люди это видят, когда мы это видим, они нас вдохновляют, и мы хотим что-то сделать, что-то изменить в этом мире. Интересно. А вот у меня такой вопрос к Гвидо. Расскажите, пожалуйста, какая особенность именно итальянского кинематографа, и выступаете ли вы в качестве участника или в качестве жюри? Мой фильм, он прошел по конкурсу и будет представлен на кинофестивале, и для меня это большая честь. Бердуино – это очень-очень важный фестиваль в мире, и путешествовать из Италии в Италии – это очень долгая путешествия, но это очень важен. Можете повторить первую часть? Бердуино – это фестиваль, который очень знаменит во всем мире для человечества. Он говорит, что я связана с кинофестивалем, который известен по всему миру. И для него это действительно стоящее дело – приехать сюда, в Кыргызстан, из Италии. Потому что это о правах человека, я действительно озабочусь о правах детей во всем мире. Я очень счастлив принять участие и встретить интересных людей. И кыргызстанцы. Скажите, пожалуйста, тяжело ли вложить душу, какой-то смысл в определенную картину? Потому что сейчас кинематограф стремится к тому, что смысла как можно меньше и больше чего-то поверхностного. Ну, то есть получается, что и документальные фильмы, они не для масс, да? Да, они для широкого спектра. Он спросит, как тяжело ли это сделать в твою душу или в твою инспирицию, во время вы производите фильм? Да. Ну, у меня два детей, моих родителей. И с этого я начал делать фильмы только о детях. И мои родители дают мне инспирицию. У меня двое детей, и я делаю фильмы только о детях. И дети являются моим вдохновлением. Вот я бы хотела еще спросить о Хонгджи. Скажите, пожалуйста, а вот в Китае какие темы наиболее часто поднимаются? Есть ли какая-то тема, которая актуальна, которая из года в год вы снимаете фильмы на эту тематику для того, чтобы изменить какую-то ситуацию? Хорошо. Okay. The question is for you, Хонгджи. She is asking what kind of subjects, themes, social issues are raised in China, and what kind of films are you producing? What are the most popular films there? I mean, category, category, award. Sorry. I forgot for understanding. Sorry. What did you say? I mean, you asked about the category for the film also. Can you repeat? I am asking, they are asking, what kind of subjects, issues are raised in China? What kind of films? The most popular topic, that's the topic of the films. The topic is about your fate of the teacher in the mountains, and also the fate of the teacher in the primary school. Yes. Also the fate of the school. And… She says, the most successful problem – the problems like teaching for a community. It were problems with the Course in the elementary school. Почему in your Ingredient? A primary school. The primary school, yes. The primary school. The primary school… The primary school… The primary school… Все. Ну, возможно, и вам. The question is for everybody. Кыргызстан has many-many creative persons. Второй вопрос еще раз, можно? Нет, ну, как стать частью этого кинофестиваля? То есть, может быть, как подать свои работы? How to become a part of this festival? How to submit your work and be a participant of this film? Ну, да, если я... Да, отвечу. Ну, в общем-то, у нас конкурс открыт для всех. Любой кинорежиссер, который хочет принять участие, он может подать заявление. То есть, это у нас достаточно открытый, очень такой прозрачный процесс. Мы делаем объявления, и любой режиссер, он просто подает свою заявку по определенным нашим требованиям. И, пожалуйста, мы рассматриваем. У нас собирается рабочая комиссия на первом этапе. Все это прозрачно. У нас есть утвержденный состав комиссии. В этом составе есть и государственные структуры, и международные структуры, и наши представители. И мы прямо вот садимся и смотрим эти фильмы, их очень много, как правило, там подается порядка 40-50 фильмов. Мы смотрим вот неделю, может, две, да, в зависимости от количества фильмов, и прямо строго отбираем, да, по определенным критериям установленным. Какие дни пройдет ваш фестиваль? Наш фестиваль уже начался вчера. Вчера у нас была церемония открытия, торжественная церемония открытия в кинотеатре Монас. И с первого по третьего, то есть с сегодняшнего, да, по четверг у нас будут просмотры фильмов тоже в кинотеатре Монас целый день, с утра до вечера, с полдесятого до полседьмого. И бесплатно. Абсолютно бесплатно. Вот любой, кто хочет, он может прийти, да, потому что наш фестиваль, прежде всего, для народа. Любой желающий. Спасибо вам за то, что вы пришли к нам в студию, спасибо вам за большую вашу проделанную работу. Но мы, дорогие телезрители, надеемся, что вы тоже найдете время для того, чтобы посмотреть эти интересные и, самое главное, важные фильмы на очень серьезные темы. Будем ждать вас и ваши отзывы на нашей странице на Фейсбуке. Ну, а мы продолжаем говорить на тему гитрианства. Телефон все тот же, 57-77-97.